друзья всем привет сегодня будет самое важное видео о деньгах если вы испытываете финансовые трудности это видео именно для вас после этого видео вы навсегда навсегда избавитесь от финансовых проблем из этого дня вы должны начать свой путь к финансовой безопасности чтобы больше проблем деньгами у вас не возникало обязательно обязательно досмотрите это видео до конца вот все что я рассказывал на своем канале я объединил в одно видео и так погнали решать первую проблему первая проблема это кредиты и долги у большинства из вас есть кредиты и долги какую истину не понимает 90 процентов людей заплати сначала себе самая главная истина вы платите всем но вы не платите себе когда я узнал эту истину которую осознал от роберта киосаки жизнь моя кардинально изменилась вы должны в первую очередь заплатить себе если у вас кредит вы должны заплатить себе в первую очередь а потом уже гасить кредит если вы например торчите кому-то тысячу долларов вы где-то там заработали 800 долларов не отдавайте все деньги сразу отдайте 750 отдайте 700 100 долларов заберите себе и отложите в неприкосновении неприкасаемый запас вы должны всегда откладывать деньги вот сейчас возьмите подойдите кошельку возьмите оттуда тысячу рублей и отложите вы заплатили себе это ваши деньги это ваш неприкасаемый запас вы каждый день каждую неделю каждый месяц должны платить себе вы должны откладывать деньги 10 процентов в месяц кто не может 10 5 процентов в месяц кто не может пять один процент но все могут откладывать не нужно мне говорить у меня так мало денег что я не могу откладывать вот когда у меня будет много денег вот тогда я смогу откладывать у тебя никогда не будет много денег никогда если ты так будешь мыслить откладывать могут все 100 рублей 10 рублей 1 рубль все могут откладывать запомните сейчас возьмите и отложите деньги сейчас возьмите и заплатите себе и не нужно говорить ой тоже мне секрет я это все знают так какого хрена ты ни хрена не делаешь объяснить почему у тебя до сих проблемы почему ты в кредитах если ты в кредитах у тебя проблемы заплати сначала себе люди живут одним днем они покупают айфоны в кредит живут на широкую ногу и потом когда случается какая-то непредвиденной ситуации попадает к примеру человек в аварию ему нужна операция денег нет нет денег они берут еще кредит они роют себе яму почему денег нет да потому что ты не откладывал у тебя нету nz у тебя нету неприкасаемого запаса который ты можешь использовать в непредвиденной ситуации всегда откладывайте деньги 10 процентов вы должны отложить неприкасаемую корзину и никогда к этим деньгам не касаться эти деньги это ваша подушка безопасности эти деньги на непредвиденные ситуации понимаете вы будете чувствовать себя проще вы будете чувствовать себя свободным человека потому что знаете у вас есть деньги и вы чувствуете себя уверенно они переживаете блин у меня там кредиты там кредиты так что в какой бы вы трудной ситуации не были сколько бы вы там не задолжали по кредитам всегда платите себе да есть разные ситуации да нужно погасить кредит вовремя но всегда заплатите себе если Прямо нужно погасить кредит Вот прям нужно погасить Один доллар возьмите с той суммы И заплатите себе Хотя бы один доллар, но заплатите себе Если у вас это войдет в привычку Вы просто себя не любите Вы себя не уважаете, вы платите всем Кроме себя, так что, если у вас Войдет это в привычку, вы себя будете По-другому чувствовать Вы выйдете на новый уровень Вы будете по-другому мыслить А что же делать с кредитами? Потихонечку Избавляться от кредитов И больше не брать кредитов Люди меня спрашивают, что делать, у меня кредиты Не бери больше кредиты Все, все просто, не бери кредиты Потому что ты берешь кредиты на бесполезные вещи На какую-то технику, на телефоны Ты берешь кредиты на те вещи, которые тебе не нужны Ты берешь кредит на новый телефон Тебе эти вещи не нужны Ты можешь прожить без этих вещей Но ты берешь кредиты Это глупость, это самая большая глупость Что сделал я, когда был студентом когда брал кредиты когда тоже не знал финансовой грамотности меня тоже можно сказать эти кредиты держали на крючке и я в один прекрасный день взял и сжег все свои кредитки это знаете было каким-то таким своеобразным ритуалом вот сейчас что вам нужно сделать взять и отложить тысячу рублей 100 рублей отложить заплатить сначала себе и второе взять и сжечь все кредит через онлайн-банк вы потихонечку будете погашать свои кредиты но когда у вас не будет кредиток собой у вас не будет возникать соблазна чтобы потратить деньги на какие-то бесполезные вещи так что друзья все все до единого обязаны иметь свой неприкасаемый запас если у тебя не будет неприкасаемого запаса у тебя всегда будут финансовые трудности всегда и не говори почему у тебя проблемы с деньгами а о том как правильно формировать свой неприкасаемый запас я расскажу в отдельном видео видео об инвестициях теперь переходим ко второй проблеме вторая проблема это нехватка денег людям не хватает денег у людей мало денег и что они думают они думают что вот буду я больше зарабатывать я решу все свои проблемы нет эта ловушка будет больше денег будет больше проблем большие деньги никогда не решат твою проблему если ты не научишься управлять маленькими деньгами большие деньги тебе принесут большие проблемы и так что вам нужно вам нужна оптимизация вам нужно научиться управлять теми деньгами которые вы получаете вот на данном этапе если вы до сих пор не научились управлять своими маленькими деньгами с большими вам точно не справится поверьте мне так что после этого видео взяли завели блокнот и ведем учет расходов и доходов это обязательно так что первое правило вы должны иметь свой неприкасаемый запас второе правило вы обязательно должны вести учет расходов и доходов обязательно друзья когда вы начнете вести учет расходов и доходов и просто охренеете вы сможете взглянуть вот сверху на все свое финансовое положение вы поймете блин почему я здесь так много трачу блин здесь можно тратить меньше давай-ка я вот отсюда буду откладывать и тогда вы научитесь грамотно распоряжаться деньгами у вас не будет возникать проблем будете понимать на что вам нужны деньги на что не нужны что вам нужно а чего вам нужно отказаться вы это будете видеть а сейчас вы не понимаете я миллионер и я веду учет расходов и доходов вот почему я миллионер не потому что у меня много денег я стал миллионером из-за того что я научился грамотно распоряжаться своими финансами и скажу вам на своем опыте теперь вести учет расходов и доходов стало намного сложнее раньше когда я там получал 500 долларов в месяц все было просто я скачал приложение на телефон так это деньги на коммуналку это деньги на еду это деньги на одежду все а сейчас расходы на бизнес расходы по налогам расходы на зарплату сейчас у меня столько расходов у меня добавилось по 10 новых расходов и по 10 новых доходов там доход из бизнеса там доходы с недвижимости и приложение уже с этим не справляется поэтому я для себя завел таблицу в экселе и туда все записываю сейчас на ю тубе есть очень много видео о том как правильно вести учет расходов и доходов смотря на каком бы этапе там все просто скачал приложение в этом приложении создал себе корзину еда там покупки неприкасаемый запас коммуналка одежда развлечения и скидываешь туда деньги все очень просто вы должны в этом разбираться вы должны вести учет расходов и доходов обязательно и вот когда вы научитесь распоряжаться своими деньгами когда вы закроете все кредиты только тогда вы должны думать об увеличении своего дохода только тогда они тогда когда у вас полная жопа у вас кредиты у вас долги и вы еще хотите заработать больше денег вы думаете что вы закроете кредиты а вы все больше и больше себя закапываете вот так делают 90 процентов людей и они не понимают какого хрена я же вроде бы больше зарабатываю но проблемы у меня остались долги у меня остались давай-ка я еще буду больше зарабатывать проблемы останутся вы должны научиться грамотно распоряжаться своими деньгами и тогда у вас проблем не будет и переходим к третьей проблеме третья проблема это незнание люди ничего не знают о деньгах люди хотят иметь много денег но ничего о них не знают вот такой вот парадокс это все равно что хотеть стать программистом ничего не зная о программировании и люди удивляются какого хрена у меня нет денег да потому что ты ничего не знаешь о деньгах в школе нас этому не учили нас не учили основным базовым принципам не учили нас не учили как вести учет расходов и доходов нас учили чтобы мы выучились и пошли на работу этот предмет должен вообще быть в школах в институтах самым главным с этим сталкиваются 90 процентов людей это самый главный предмет не химия не физика не география это все херня финансовая грамотность должна быть во всех школах но так как финансовой грамотности нас никто не учит мы должны сами изучать финансовую грамотность если вы хотите стать программистом вы должны изучать программирование если вы хотите иметь много денег вы должны читать книги о деньгах вы должны все знать о деньгах как правильно инвестировать как правильно там откладывать вы все должны об этом знать вы должны все знать о кредитах вы должны знать как устроен рынок поэтому если вы хотите иметь много денег вы должны читать книги о деньгах вы должны знать базовые законы денег поэтому сейчас я вам посоветую 55 базовых книг который должен прочесть абсолютно каждый все должны прочесть эти книги и так погнали первая книга самый богатый человек вавилоне джорджа клейсона это основа основ это моя первая книга эта книга изменила мою жизнь потому что это была моя первая книга она полностью перевернула мое сознание вывод ее открываете и здесь уже семь законов денег 90 процентов людей не следует этим законам вот почему у них нет денег следующая книга богатый папа бедный папа роберта киосаки это must have все знают об этой книге многие читали если вы до сих пор ее не читали не говорите почему у вас нет денег третья книга дума и богатей наполеона хила сейчас у меня с собой нету она у меня в барбершопе четвертая книга секрет миллионера марка фишера тоже очень простая книга эти книги подойдут абсолютно всем и пятая книга бода шефер мани или азбука денег все ребята вот эти пять книг вы должны обязательно прочесть это ваши учебники в мире финансов все эти книги написаны очень простым языком и не нужно к ним скептически относиться потому что многие такие начинают читать и говорят да все это какой-то бред это сказка для детей ребята нужно просто пользоваться всем тем что в этих книгах всей той информацией чем больше я расту чем больше я развиваюсь тем больше я понимаю что все мире настолько просто я раньше думал что это за люди эти миллионеры они наверное столько знают они просто следуют самым базовым принципам они просто знают как инвестировать как откладывать как приумножать деньги это самые простые принципы хочешь чтобы у тебя всегда были деньги откладывать деньги хочешь чтобы у тебя не было финансовых проблем веди учет расходы видоходов грамотно это все оптимизирует хочешь чтобы у тебя было много денег узнай про эти деньги читая много литературы деньгах все настолько как-то все просто стало вот с годами а все реально просто нету ничего сложного просто это нужно делать 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 и за дня в день и за дня в день и за бедные люди много знают но бедные люди просто знают что делать а богатые делают что знают вот и все итак друзья давайте подведем итоги вы прямо сегодня должны начать свой путь финансовой независимости прямо сегодня прямо сейчас вы должны взять и отложить какую-то часть денег прямо сейчас после этого видео взять и отложить второе вы должны завести блокнот и вести там учет расходов и доходов или скачать себе приложения прямо сейчас после этого видео что еще я забыл вы должны сегодня прямо сегодня взять все свои кредитки если вы тратите эти деньги на бесполезные вещи и сжечь эти кредитки прямо сейчас пойти и сжечь эти кредитки после этого видео и последнее вы должны прямо сейчас скачать какую-то книгу и начать ее читать все так просто вы ждали момента когда вам начать действовать вот этот момент прямо сейчас этот момент после этого видео и вот если вы начнете сейчас действовать вы станете миллионером если вы скажете а начну завтра удачи всегда у тебя будут проблемы с деньгами и так друзья на этом я с вами буду прощаться полезное было видео полезное конечно же если вы начнете что-то делать после этого видео тогда она будет полезным а если вы просто смотрите видео ни одно видео вам не поможет запомните если вы знаете друзей или знакомых у которых финансовые трудности скиньте им это видео если дойдет сейчас отлично вы поможете им изменить их жизнь если не дойдет сейчас дойдет потом если не дойдет потом это уже их проблемы друзья огромное вам спасибо за просмотр за поддержку подписывайтесь ко мне в инстаграм там очень много полезных и мотивационных постов подписывайтесь на мой основной канал инстар динг нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео также подписывайтесь на остальные мои каналы все ссылки в описании и обязательно 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 поставьте этому видео лайк всем пока